Во время прямого эфира мне одна девушка задала вопрос Помогите с мышлением ЖМЖ Я очень хочу ЖМЖ со своим мужчиной или мужем, не помню уже кто там Но мне кажется, что в процессе я их поубиваю Вся философия свингерства и группового секса с любимыми людьми строится на таких двух убеждениях Первое. Если моему любимому человеку хорошо, то почему мне должно быть от этого плохо? Если моему любимому человеку хорошо, значит и мне от этого хорошо Я буду делать всё, от чего хорошо моему любимому человеку И если ему хорошо во время ЖМЖ, значит я буду делать ЖМЖ Понимаете? Значит я не буду препятствовать ЖМЖ, я не буду портить ЖМЖ А я буду делать так, чтобы это ЖМЖ прошло максимально прекрасно. И я не буду ревновать. Моему мужчине плохо от моей ревности, и я не буду ревновать. Ну, по крайней мере, демонстрировать эту ревность вот так вот как-то бурно, ярко. Ревность есть у всех, это нормальное чувство. Это значит, что вам человек дорог, вы боитесь его потерять. Но тут мы переходим ко второму пункту. Любовь — это больше, чем секс. И если между вами есть любовь, то почему вы думаете, что секс с другими людьми может разрушить ваши отношения? Тем более, если вы в этом сексе еще и вместе все участвуете. Понимаете, в чем тут вся суть, вся логика? Поэтому первое, если моему человеку хорошо, мне не может быть от этого плохо, мне от этого тоже хорошо. И любовь — это больше, чем секс. А у них просто секс. И для того, чтобы у них возникла любовь, должно произойти еще очень-очень много чего. Они должны пройти какой-то такой длинный путь, который вы прошли со своим молодым человеком. Пережить столько всяких трудностей, приключений и так далее. То, что сформировало вашу любовь. Ведь любовь — это не просто эксклюзивность на половые органы, правильно? Любовь — это не просто монополия на половые органы. Это намного более сложное. И когда вы проживаете это приключение вместе, оно, наоборот, скорее всего, усилит вашу любовь, если вы будете следовать этим двум принципам. Я надеюсь, я ответила на этот вопрос. Я надеюсь, он поможет. Конечно, я про ЖМЖ еще могу очень много рассказывать. Но это два таких очень базовых принципа. Ну и третье, что ревность — это нормально, но она не должна доминировать над вами. Должны доминировать вот эти первые два убеждения. И тогда вы сможете справиться со своей ревностью. Пишите в комментариях, что вы думаете по этому поводу. Как вы справляетесь со своей ревностью во время ЖМЖ или вообще во время любого группового секса. Согласны ли вы с тем, что я сказала? Какие еще видео для вас снять? Пишите в комментариях. И не забывайте подписываться на мой Телеграм-канал. Там я пишу много разных интересных историй. Истории ссылка под видео в описании. Я всех целую. Пока-пока. И не забывайте про лайки. Пока.